Друзья, «Дурак» – один из самых крутых фильмов, которые я когда-либо смотрел. Я его смотрел раз 15. Он первый раз на меня произвел такое шокирующее впечатление. Балабанов, по-моему, снял его, да? Быков. А? Юрий Быков. Юрий Быков, прошу прощения. Это гениальное кино. Вот когда я его смотрел несколько лет назад, мне говорили, что вот есть «Левиафам» и так далее. Я смотрел и то, и то, и это вообще несравнимо. То есть это настолько тонко режиссер увидел вот этот вот срез наших общественных отношений, настолько четко он прописал настроение власти, ее вот этот внутренний мирок, в котором они существуют. Я не буду там спойлером, поэтому кто не смотрел, обязательно посмотрите. Я более тонкой, более правдивой картины просто не видел. С точки зрения российского кино, это шедевр. Да, мне печально, да, что наши таланты идут вот в пользу того, чтобы описывать мерзость, да, того мира и режима и строя, в котором мы существуем. Вместо того, чтобы нацеливать это на созидание, на развитие, двигать человечество, не только наше общество, весь мир вперед. Однако я прекрасно понимаю, что без решения вот этих проблем, которые вот в частности фильм «Дурак оголил», без решения этих проблем мы не сможем перейти на следующую ступень. Поэтому, отвечая на вас вопрос, я смотрел, я восхищен этой картиной и убежден, да, что образ вот этого там слесаря, работяги, это самый, что ни на есть герой нашего времени, это человек, на которого должны равняться все сознательные граждане. Да, наверное, это сопряжено с личными потерями, но он прекрасно понимает, что остаться безучастным к тем проблемам, которые происходят вокруг нас, просто иной раз нельзя. Ну, ты понимаешь, почему я задал этот вопрос? Нет. Потому что в чате сравнивают главного героя с тобой, то есть ты дурак. Ну, что? И плохо кончишь. Нет, для меня вот это сравнение главного героя и название этого фильма, это не прямая какая-то топорная связь, это такая некая аллегория, да, это честного, искреннего, справедливого, самоотверженного человека и отношение общества, которое было, там, однозначным в отношении, там, вот этого парня, да, который, как ты говоришь, плохо кончил. И я скажу, что у нас ситуация совершенно другая. То, насколько сейчас идет духовно-нравственный и такой истинно справедливый подъем настроений в российском обществе, меня это очень вдохновляет. Я вам, знаете, что скажу? Вот, например, там, пять лет назад, после присоединения Крыма, когда я выходил там с плакатами на пикет или митинги, и мне люди просто освистывали, мне просто кричали обидные вещи, а я выходил не за деньги, я выходил не потому, что я хотел кому-то услужить, я считаю и был убежден в своей правоте и справедливости, да, тех позиций, которые я озвучиваю, критики в отношении власти, процессов, которые реально происходят в нашей стране. А люди там проходили, ты шпион, ты там, значит, предатель, таких, как ты, там, сажать надо, Путин молодец. Вот это, да, наверное, это сравнимо. То, что я вижу сейчас, та огромная поддержка, которая идет через средства, там, через интернет, социальные сети, это, ну, я вам скажу, что вот главный герой фильма «Дурак», он был один. Он был один, и он шел против системы, наверное, да, в какой-то степени, там, там, чуть-чуть, там, возгордиться собой, я, наверное, могу считать, что я иду против системы, мне бы хотелось, да, верить, что это высокое, там, звание, я могу к себе каким-то образом применить, но то, что я один, это абсолютно не так, это далеко не так. Это сотни тысяч и, там, миллионы людей, которые разделяют и солидарны, и, да, может быть, активность, масс сейчас немножко на другом уровне, но то, что я не один, и то, что ко мне это не подходит, это абсолютный факт. То, что вы говорите «плохо кончишь», да мы все плохо кончим, у нас у всех плохие перспективы. Если вы не входите в, там, конгломерат сверхбогатых людей, один процент нашего общества, я вас уверяю, у вас у всех плохие перспективы. Мы все с вами находимся в одной и той же опасности и угрозе. Да, наверное, где-то это более обострено, а где-то это, там, может быть, не так заметно, но то, что никто не отсидится, это абсолютный факт. Мы все в данном случае дураки.